ДОТА ПИТ ЧАЙНА ДОТА ПИТ ЧАЙНА Я на какое-то мнение даже вырисовалось небольшое про новичка команды Астер, про Феникса. Ты как, оценил его игру? Не оценил? Что скажешь? Ну, мне не понравилось. Мне показалось, что этого инвокера было недостаточно. Он довольно слабо себя проявил. Может быть, вилд у него такой был, может быть, просто герои неподходящие были, но его не было как будто. Мне на секунду показалось, что ту работу, которую должен был выполнять как раз-таки Феникс, выполнял бы Бобоко на ВРке. То есть бегал, спейсил какие-то соло-фраги, а инвокер как будто бы на четвертую позицию сместился. Они как будто поменяли, знаешь, твой к четверкой. Ну, реально трудно, потому что, ну, блин, тебя прям сразу вытащили. На, вот, играй, вот, перед тобой Ами на Арквордене, вот тебе инвокер, класс, векс, да, демонстрируй свой скилл. Ну, реально трудно. Ну, как себя раскрыть в такой-то ситуации? Просто вот против таких топовых пацанов он еще никогда не играл. Поэтому, конечно, товарищу Фениксу, вот, новенькому игроку команды Астер, максимально сейчас тяжело, максимально трудно. Ну, придется вот работать с этим. Ух ты. А это Марфа Шайкер, знаменитый от Астер. Сразу появился тем временем. Причем, я думаю, что не доверят одну из ключевых ролей Марфа Шайкера товарищу Фениксу, потому что, скорее всего, к таким стратегиям он еще не готов и не практиковал с этой командой. Поэтому я тут склонен верить тому, что это будет, ну, Шайкер либо от X-XS, либо от Бобокия. Ну, и, соответственно, Мане на Марфе. Соответственно, стопфайр, скорее всего, мы увидим просто в центре от Феникса. Ну, вот эти драфты уже больше похожи на то, что пикается в Европе. Если не читать связку Марфа Шайкера, она там не часто появляется. Ну, вот Снэп Вайер медовая, все остальное тоже регулярно пикается. Вот он, Войт, наконец-то, появился, про которого даже не вспомнили команды в первой карте. Ну, и Спик Тру, как ты говорил вчера, ее уже не так высоко котируют. Она ни в бане, ни в пике не появилась. Угу. Ну да, забыли про этого персонажа уже. Услугами этого героя не пользуются. Ну, Фастласс Войт хороший против Марфа Шайкера, потому что тайм-делейшн жутко бесит. Не дает тебе постоянно прыгать, удары из тотемов делать и прочие фиссуры раскидывать. Ну, плюс ко всему, конечно, просто ловит кузнечиков. А это то, что прям очень сильно нужно. Именно поймать разочек и просто забить до смерти Марфа. Ну, или Шайкера. Лучше Марфа, конечно. Поэтому решение четвертым пиком, оно более чем понятно. И непонятно, почему этот Фастласс Войт в стратегии с Марфа Шайкером остался в пуле. Вообще непонятно, почему его Астер не забанил. Так, Зевс с Пак уходят в баны. Пак был очень хороший от Фейтбьяна. Он реально был крутым. Он с сумасшедшим каким-то КДА. Большую часть времени бегал, не умирал. Он постоянно искал этого Алхимика. Первые несколько фрагов, это вот его заслуга и заслуга XenQ, которые находили Алхимика. И у Флейна он хорошо отстоял. Там даже убили один раз кэри команды Астер. Не удивлен, что это его пока забанили, потому что позиция у Флейна по-прежнему доступна для LGD. И он вполне мог появиться. Так, 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 так. Так, у нас получается Клокверк 5. Снэпфайр мид. Морф керри. Шейкер с кем-то в офлейн пойдет, да? Видимо, будут добирать и смотреть, нужен ли будет еще один кор для X-XS. Или все-таки XS на Шейкер сыграть и возьмут еще одного саппорта. Ну, можно Снэпфайр 4-3 посмотреть тоже, да? Поставить кого-то еще в мид для Феникса Ластпикнуть. Вот. У нас будет Войт Спирит, скорее всего, мид от Nothing to Say. Ами на Фейслос Войде. Мирана 4 ксинкью. Элдор Титан от Вая. Не хватает, получается, Фейт Биан сложная. Ну, если он вдруг на Войт Спирит и не захочет покатать. Здесь вариант с Титаном тройкой, да, еще. И так можно попробовать. В чем проблема Морфошекера? В тем, что они на начальной стадии довольно слабы. Вот тут, наверное, гейм и лжи дим могут просто задушить соперника. И надо, по идее, душить. Потому что в момент, когда раскачается Морфинг, купит себе там Аганим, допустим. Ну, наверное, здесь Манта нужна. Манта, Аганим, БКБ. Вот когда этих шмоток доберется, Морфошекер вдруг заиграет. И к этому времени надо иметь преимущество. Берут Бестмастера для Фейт Биана в харду. Ну и да, вот Бестмастер нормально. Он забафает как раз Весла с Войда, он имеет возможность пушить. Линию хорошо стоит. Поэтому Бестмастер здесь топ. Мне нравится. Такая агрессивная четверка плюс Войда, которая может подключаться по кулдауну хроносферы. Да, пойдет. Команда Астер сейчас думает, какую позицию им взять. Сами забанили инвокера, посчитали, что может Войда спирит действительно в оффлейн пойти. Так, вот, хотим ли мы здесь видеть Шейкера 3? Ну, что-то вот прям опасно. Опасно. Эмирал Кунка появляется. Так, ну Кунка хорошо может подбафать в драке. И Морфу помочь довольно сильно синициировать может. Как решат. Моне морфинг понятно. И... Икс Экс 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 Экс, все-таки тройка Шейкер. Кунка Мид и Бубока на четверке Снэп Файер. Вот так они решили отыграть. Интересно будет понаблюдать именно за Кункой от Феникса, да. Потому что, ну, прокасты это вроде не так сложно. Я думаю, что пока он там, знаешь, сидел годик в Ариас, два месяца в Сириус, научился прокасты давать на Кунке. Разыграется, думаю, сможет. Единственное, что, конечно, какого ПТВ хорош на Кунке не был, вот спирит, наверное, все-таки поймать будет трудно. Ну, зато в драке корабль кинуть на морфа, на морфа Шейкера вот этого защитить. Я думаю, что это неплохой в целом вариант. А Снэп Файер 4 с Шейкером. Хорошая линия, кстати. Снэп Файер, Шейкер. Такая боевая, да, куча станов, куча контроля. Можно придумывать какие-то убийства. Ну, конечно, пик команда ЛЖД мне нравится с запасом больше. Прям с запасом. Я думаю, просто поиграть в свою доту. В начальной стадии очень удобно. Агрессии особо не от кого ждать, да. Ну, что такое связка саппортов Клокверк и Снэп Файер? Ну, только на линиях могут что-то придумать. Ганга, тем трудно. Вот, Снэп Файер там будет стараться, гоним себе какое-то сделать. Тройка Шейкера, это тоже история про то, что минут 15 мы фармим себе блинк. А потом пытаемся делать редкие вылазки для каких-то одиночных убийств. Ну, или для тимфайта, если получится вдруг. Поэтому, ну, Кунка, Кунка может, конечно, попробовать сыграть. Ну, честно говоря, пока в молодого Феникса я не очень верю, потому что, ну, во-первых, ты стоишь против довольно жестоких игроков, да, против одних из сильнейших героев. Игроков МИДа в мире, ну, в Китае в частности, в мире, может быть, в целом тоже, да. Против Nothing to Say придется стоять. Это непросто. А, нет, смотри, Мане в центр пошел на морфе. Вот они как решили. То есть они, они, они молодого решили на легкую линию спрятать. Вот так вот. Вот это очень необычно, видеть Кунку на легкой линии. Сто лет такого не видел. В сложной видел, на саппорте видел, в центре, естественно, а вот в легкой как-то не припомню. Может быть, это позволит стоять против Бестмастера нормально, но, опять же, я не думаю, что Кунка там на первых лвлах, когда у него Тайт Брингер еще не раскачан, но он все-таки с кем-то будет стоять, а значит, и левел будет получать медленнее. Я не думаю, что он прям бессмертный на этом лайне. Его вполне могут убить, кабаны будут напрягать, стрела может попасть и так далее. Интересно. Все так, да. С другой стороны... С другой стороны морфу, наверное, полегче в центре все-таки будет. Морф сейчас плюс-минус против любого героя в миде стоит. Ну, кроме вайпера, наверное. Против вайпера тяжеловато было бы. Вот. А так на нижней линии бы постоянно Бестмастер вместе с Мираной душили какая-то стрела из ней откуда. Да, кабаны вот это вот. Акунки все-таки за счет таймбрингера может кабанов отспамливать издалека. В этом тоже есть логика. Ну, в целом, вот замена там, знаешь, первой-второй позиции по ролям, она сейчас довольно повсеместно используется в Китае. Вот сегодня, допустим, те, кто смотрели, с утра матч Элифант. Там Мэйби с папарацци свапались тоже. Мэйби играл на легкой линии, папарацци играл в центре, там, на морфе и так далее. То есть, ну, если у вас игроки высокого уровня, свапнуться ради того, чтобы получить просто более выгодную линию, это вообще не проблема и не ошибка. Будут этим пользоваться. Бегает Y, забрал баунти руну. По баунти рунам от LJD в итоге 3. Тут пропустили немножко этот маневр от Y. Ну, на сапоге ничего ты ему не сделаешь. Интересно, сможет ли он хорошо прям так вот, знаешь, засекьюрит линию для Faceless Void, потому что, опять же, шейкер плюс Snapfire, потенциал для убийства, конечно, есть здесь. Вообще, на этой линии Void, как мне кажется, как на линии против Batrider стоит Time Delation 1 хотя бы взять, потому что, ну, нюки тут будут постоянно юзаться, и какое-то замедление жесткое реально может помочь. Ланэм еще перетянулся, они ФБ будут делать, смотри. Скаттер Бласт, Ланэм надо дотянуться батарейками, Ланэм батарейки подрубил, тяжело догнать, XS на перехват, XS. Заблочить? Заблочил. Все, это ФБ, хорош. Да? 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 Алло, да. Хорошо. Глубоко добил. Я ж на секунду подумал, что может уйти Титан, просто потому что у него был сапог. Но нет, фраг заработали, отлично. Void, да, наверное, должны у него какие-то проблемы быть. С другой стороны, ты всегда можешь после вот этих сильных нюков восстановиться без здоровья. За счет этого Void способен стоять тоже против многих персонажей, пока Крипстат у него хороший, добивает все, что видит. Кунка бросили его на произвол судьбы стоять в одиночку, но при этом он тоже, Крипстат показывает, очень достойный на старте. Наверняка к нему кто-то обязательно перетянется. Да, перетягивается снапфайр в итоге. Так, слушай, получается, Бобока снизу будет работать вместе с Кункой. На топе оставляет именно Клокверка. Против двух милишников. Такая, видимо, идея. Ну, не знаю, конечно. Приятный эксцесс от ФБ, правда, не забирал. Получил ассист. Но вот вопрос, сколько шекеров Крипов сможет вывести с этой линии, если постоянно будет находиться в контакте против Фесслос Войда и Титана. Потому что прокнут какие-то баши, там делейшн. Вообще не выживет в центре. Nothing to say против маны опасно. Маны перекачиваются. Пока первый уровень перекачка, нужно быть аккуратным. У морфей появляется второй уровень перекачки. Все, теперь уже морфа забрать будет максимально трудно. Возможности такой, nothing to say, скорее всего, пока не представится. Делать вот минус. Вот я посмотрел статистику матчей этих команд между собой. Я посмотрел, что LGD выиграли это не намного больше. У них там из последних пяти игр всего лишь три победы. Там Астр, да, в один момент были в очень хорошей форме, насколько я понимаю. Да, да, да. Там винстрик из десяти матчей был подряд. Астры прям реально давили, душили. Ну, вот как-то у них в плей-офф плохо складывалось. Предпоследний турнир они дошли до финала винеров. Там их стрик сорвался. Их спустили в лузера. В лузерах они проиграли команде E-Home. Заняли только третье место. Потом сразу стартовал еще один плей-офф. Там получилось чуть лучше. Они дошли до финала. Но в финале вообще ничего не смогли сделать. И уступили коллективу Elephant 0-3. Вот. И там финал такой был. Не знаю, смотрел ты и не смотрел. Но я о нем писал там тоже в телеге своей. Собственно, финал провалился этим товарищем DD. Мидера вообще не было в том гранд-финале. И поэтому сегодня, когда я увидел, что DD не играет, а играет Phoenix, я прям не удивился. То есть либо реально у DD там проблемы со здоровьем или с мотивацией, с чем-то проблемы. Его вынужденно заменили. Ну, либо эта замена будет уже на долгое время, если DD вдруг состав не вернут. Посмотрим, как Phoenix себя проявит. Потому что, ну, учитывая амбиции команды Aster, наверное, и от мидера требуется очень хорошее исполнение. Чтобы опять, знаешь, команда не замедлилась в своем развитии. Просто потому, что у вас мидер не тащит. Свободных таргенций сейчас нет. На текущий момент, вот на данную карту, если что, в составе Aster две замены, да. То есть LanM на самом деле, он ведь не анонсировал то, что он возвращается на прост сцену и будет играть. Это все еще тренер этой команды. Играющий вынужденно, потому что уже три пятерки попробовали Aster в этом сезоне, и вообще никакая не пошла. Ну, то есть вот они там пробовали VFX, пробовали Cheesebug, еще кого-то пробовали. И, ну нет, никто не подходит на пятерку. Поэтому LanM сказал, я буду играть. Ну, с ним пошло получше. Но все равно еще замена. Все равно это еще не основной игрок этого состава. Все еще это тренер. Сейчас еще и мидеры поменяли. Тем более вот тоже вот этого Феникса взращивают, взращивают систему Aster, да. Потому что, спирал Варис, он поиграл где-то месяца 8. Только недавно его перевели в Сириус. Вот только недавно их костяк перевели в Сириус. Это апгрейд, да, получается. Грубо говоря, с Тир-3 в Тир-2 доту. Вот теперь давайте в Тир-2 поиграть. Это случилось, ну, типа там, в сентябре, в конце сентября. И вот тут проходит там буквально два месяца. Ему говорят, все, ты теперь в основном составе Тир-1 командами катаешь. Ты прикинь, вот каково ему сейчас проявить себя. Он еще в Сириусах-то нормально не поиграл. Там с топовыми командами они вообще не встречались. Они в этом Тир-2 еще плавали. Они там не топовые были, если что. Вот Феникс своим составом. Составить им Сириус. А тут на тебе против Тир-1. Ну, реально, поэтому с двумя заменами, конечно, надеяться на то, что Астар в итоге выступит круто. Ну, то есть там, я не знаю, дойдут до финала. Прямо тяжело. Вот прямо сейчас предсказать это довольно трудно. Так, снова три баунтируны достается команде LGD. Там сходил на Фентусей и успевает взять Ксин-Кью-2. Насколько я помню, Ксин-Кью-мастер играет на Миране. У него в пуле много героев, которые стреляют из лука. Там и Клинкс у него четверка была. И на Вэрке он, по-моему, тоже катает. У Мирана прям сигнатурка. У Ксин-Кью самый большой пул героев за последние два турнира на четверках. Ну, если учитывать, что этот парень, там, допустим, выигрывает соло-катки на Винтер-Виверне, катает на Миньоре, то сравниться с ним реально очень трудно кому-либо. В целом. Так, добиваю здесь Титана. Еще одно убийство. Ну, вопреки моим ожиданиям, у Ксс, прям вообще прекрасная линия получилась. 2.600 у него на Творс, как у Фейслос Войда на линии. Все хорошо. Морф немножко себя не так хорошо чувствует. Руна сейчас ему не дают законтрольить. Руна спальняет снизу, будет забирать. Nothing to say. Войт Спирт, конечно, обыгрывает здесь. Мане-мане плохо добивает. Ну, последствия того, что все-таки в центре трудно. Против героя, у которого есть топорик, и он с неплохой тычкой с руки, причем в лишней форме. Nothing to say. Хочется увидеть в действии, потому что как-то на дровке он тоже из игры выпал. У него ужасное начало было. Он там пару раз умер. В один момент у него крипс... Господи. Кда был 0.5.1. И потом он не сказал бы, что сильно повлиял на исход игры. Там в основном Варден разруливал. Да, он там в конце пострелял на свой дров рейнджер. Но этого не сказать, что было достаточно бы. Если бы Вардена не было в запасе. Ну, а здесь, наверное, его уже герой. Медовой герой. Где можно вот такие вещи исполнять. Под Т2 вышки лезть. Очень наглел он, конечно, сейчас. И Мане выжил в итоге. Но сам, нахрен, тусей... Рискует отъехать. Ну, как Ланэм перехватывает четвертого уровня. Астрал степ, телепорт. Коги поставить. И успел. Ой, красава. Ой, Ланэм. Вот это, конечно, дядь, Каланэм выдал. До конца пошел. И реально вражеского мидера, наглого мидера просто смог зарубить. Потому что... Ну, тут нахрен, тусей очень хочет Морфа забрать. Прям идет к нему, идет постоянно с ним воюет. Контакт какой-то попадает. По факту, конечно, шансов никаких. Потому что Морф перекачивается. Там третья перекачка. У него фарифайр был. Все дела. То есть его просто разводили. И в итоге развели от этого нахрен, тусей. А так, вообще, да, герой для него более чем сигнатурный. Действительно, это не на дровке играть, на которой должен был играть условно, да, там, Ами. В этой команде. Но так получилось, что взяли Арк Ворден и пришлось нахрен, тусей, на дровке катать. Не первый раз, правда. Но все равно это не то, чтобы сигнатурный персонаж. Ну, вот спирит, можно быть получше. Все, что пока 3-0 вообще, да. Тысяча преимуществ. Нормально. Меньше тысячи. Зажимают опять вая. Стрела мимо. Манэ помочь не может, у него просто мана не хватает. Возвращается в Эдспирит, стягивается в район центрального коридора. Руна спавнится на топе от XenQ. Забрал он себе руну Волшебства. Третьего уровня, пока бегает, уровень невысокий у XenQ. У Титана тоже третий. Ну, у команды Астера по саппортам дела-то получше должны быть. На Fire 4, лан М4. Три с половиной. Накричали. На Феникса стрела летит точно в Кунку. Попробует забрать. И пара тычек еще. Успеет откинуть корабль. Корабль бросает. Ставится Коги. Вот себя дал Торрент. Не попал. Ну, дотыкают, конечно. Дотыкают. Клокерка смогут ли убить? Клокерка убить не получится. Ну, знаешь, тот факт, что Кунку уже умудрился вышку спушить снизу. Да, это хорошо. Удивительно, я бы сказал. Тут вообще какая-то нестандартная история с вышками. Сначала Т1 падает на 25-й минуте. Сейчас Т1 вообще падает непривычно. Обычно Radiant пушат нижнюю линию в последнюю очередь. И мы можем видеть Т1 там на 40-й минуте. Здесь упало очень рано. Как-то Бестмастер не сдержал Кунку абсолютно. Большую часть времени 1 на 1 стояли. Феникс молодец. Несмотря на смерть, делает все пока качественно. Фейзы, два брейсера, армлет. Толстый будет Кунка. С ним справляться будет реально тяжело. Обратите внимание на Афингту сейв. Быстрый закоп поставил себе Оркит. Не Юл, не Аганим. А вот такого типа Саленс выбрал. Просто таргетный. На топе. Хроносфера. Попытка убить Бубоку. Летит стрела. Хорошая, но в фиссурах отличная. Просто не позволяет Ами бить. Ланэм тоже здесь. Они просто стоят и смотрят. Секью зашел. Старшторм это кайт был. Но добивает, кстати. Есть Техослэм. Накрыли в ответ. Ами дерутся. Хороший, кстати, получился стан от Вая. Можно еще его побивать. Пара башей. Ланэм. Пытается ракеткой еще помочь хоть сколько-нибудь. Ланэм. Лоу ХП. Добивает до конца на Афингту сейв. Идти. Сейчас будет фиссура. Не задоджил. ХХС. Диссимулейт. Не крыл Ланэм, Ланэм, Ланэм снова увернулся. Да ладно, как они живут? Сейчас Морфинг придет. И Морфинг может сделать фраг. Круто, круто. В это время Кунка работает в центре. Фейдбян, конечно, остался в Сол на нижней линии. Покупает себе Владмир. Но пока расправляется Астер хорошо. Ну, они первую карту тоже начали неплохо. По крайней мере, оффлейн полностью выиграли. Но здесь-то и герои поопаснее гораздо. Здесь нет этого Алхимика, который ни рыба, ни мясо. Просто в очень позднем лейте. Особенно против тех персонажей, что были в LGD. А здесь Морфинг против Войда. Да сколько мы раз уже такое видели, я думаю, что... Противостояние, в котором... Если есть преимущество Войда, то оно небольшое. Это повод проверить? Пойду проверю, пока пауза получается. Давай, давай проверим. Ну, я пока расскажу, в общем, с чем связаны такие проблемы с интернетом. Nothing to say. Nothing to say все еще находится у себя дома в Малайзии. Он малаяц, да, собственно. Все остальные 9 игроков, по-моему, из Китая. Сейчас проверю еще раз. СС, Панэ, 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 Бока, Феникс, Сенган, Сенган, Сенгю, Вайт, Амми. Да, 9 китайских игроков. Вот один малазийц, собственно. Пока он дома находится, он не может пересечь границу китайскую. У них там проблемы у всех малазийских игроков, которые играют в китайских командах. Вот. Нет визы рабочей, поэтому сидят дома, играют из дома. Поэтому если там какие-то проблемы могут быть, то вот у него одного. Остальные там, ну, либо на буткемпе, либо у себя дома, конечно, тоже. Вот. Но в Китае. Поэтому ждем возвращения, nothing to say. Вроде возвращается, вроде бы все окей. 21-26 в пользу морфа. Даже так переигрывает мысли свой, да? Да. Это в этом патче? Да. Интересно. Я думал, кстати, Войт чаще побеждает. В общем, так казалось. Но тут не просто морф. Здесь еще морфа шейкер, друзья. Не забываем про это. Причем первым артефактом Ане ставит Эзериал, который как раз-таки позволяет еще в случае чего засейвиться от Троносферы, либо себя спасти, если успеешь прокликать либо тиммейта. Поэтому вариант классный. Но дорогостоящий. Time Delation. Пошел в соло Амин и X-XS. Попытка была как-то на баше поймать. Не прошли они от Амин. Фраг сделать не получилось. Что, ну реально будет Оки делать, что ли? Nothing to say. Интересно, конечно. Вот по соло таргету работать прикольная штука. Но немножко ненадежно, мне кажется. На крест посадили Вая. Будет у него раскастовываться. Крест. Под корабль. Тора. Не ошибается в раскасте. В фитингсе все в порядке. Легкое убийство. Не дали здесь пятерки команде LGD спокойно фармить. Получает левел. Опять попытка Атами с Момом порваться, опять убить. Не получается как-то неподступной для него X-XS. Который купил себе промежутно, кстати, брейсер, стики, ПТ, бутылку взял. Вообще не торопится покупать Блинк. Поэтому денег у него все равно очень-очень много. То есть Блинк будет. Но оверфармит он довольно приличный бестмастер того же на 1300. XS 1.02. Тотем фиссуры. Еще и Ами мешает сильно. Тайм делейшн. Клокверка убили. Опять в соло пошел Ами. Ну, пара ударов. Еще. Еще. Вот баш сработал. Еще. Еще разлом. И. И. Он умрет сейчас. Нет? Нет. Живет. Все-таки Void. Таймайк теперь уйти. У него будет хроносфера. Там торм. Мы сейчас поднимем. И надо убивать обязательно. Таймолк. Отскотор баста вернулся. Но ему некуда уходить. Могренно сферу поставить толку тупашки нет. Поэтому. Размен здесь стоялся. Воиду били. Прекрасно. Конечно, пришлось команде Астров там втроем стянуться. На этот размен. Ну, что поделать. Продай-то еще Клокверк погибал. Поэтому суммарно 2-1 вышло. Ну что, раз уж на топе оказалось так много персонажей команды Астр. Попробуют снести вышку. Будет ли здесь какой-то диффенс? Может быть. Потому что у Void все еще осталась хроносфера. Он может этим воспользоваться. Тем более у них есть вард. Они знают, кто еще будет перетягиваться. На телепорт сюда. Спокойно делает первый фейтбьян. С Праймал Рором. С Фладмиром. Но сейчас нужно аккуратно Астр разыграть. На этот момент. Очень опасно. Кажется, понимают, что нужно уходить. Станчик цепляют Бобоку. Бобоку это будет слишком легкое убийство. Хотелось бы кого-то еще. Неужели не полезут? Ведь на самом деле ЛГД тоже стянулись 2 огромные ресурсы. 4 героев перетянули. Не участвует только Ами. У которого, кстати, нет телепорта пока, да? То есть ему нужно выиграть еще 13 секунд. Может быть поэтому не стали прям жестить ЛГД. Поднимает Ланэм тоже хукшот себе. Мане. Есть госсептор. Ну и Кунка дальше ставит себе Блокинг Бар. А вот Войт играет пока планирует без БКБ. Но скорее всего ЛГД таким образом намекает, что прям сразу они драться не планируют. И если будет Войт вступать в бой, то наверное только тогда, когда будет уверен в том, что он уйдет безнаказанным и сам, например, с хроносферой кого-то убьет. ДПС у него будет действительно высокий с МКБ. А БКБ 10 секундное у него появится просто позже. Просто смотришь на героя Фастера и понимаешь, что без БКБ-то здесь играть невозможно. Это must-have артефакт. И не только на Войде. На Войт Спирити, возможно, придется его брать. Каким бы ты мобильным ни был. Пожалуй, да. Но все-таки передумал. Смотри, nothing to say. Покупает Саленс. Я тоже думал, что эта идея так, ну так себе. Прям на тоненького, что называется. Может прям, ну не привести к успеху. Может не разыграть этот оркет. Поэтому надежнее, конечно, купить Агоним. Это будет куда лучше смотреться. Атака на Бубоку. Старшторм пошли. Бубок оживет. Феникс при этом мог рез корабль кинуть к Синькию. Не стал этого делать. А вот Бестмастера подсадил на корабль. Команда подтягивается через... Ага, ультимейт Мортимир Кисос. И в итоге минус Бестмастер. Вот так вот. Такая шальная попытка снова от команды LGD какой-то фраг сделать. Снова не увенчалась успехом. Терпит пока команда. Терпит команда LGD. И причем страшно, да? Потому что на старте у них не получилось доминировать. Ну а дальше-то морфлинг качается. Шекер уже с блинком. Появится БКБ. У морфлинга появится Агоним. Там очень тяжело против морфошекера будет играть. Это такая комбинация, которая способна переворачивать там 30 тысяч отставания. Даже больше были игры, когда морфошекер переворачивали. Просто потому что это прям МБА-связка. А если вы еще и не доминируете над этой связкой на старте, то быть лейтуей и возможно быть беде. Там придется еще какого-то гениального исполнения LGD. Тащить. Это связка, которая в мейджоры выигрывала. Последний пример это коллектив TNC в прошлом году. Когда они вичи переиграли. Там, по-моему, последняя карта как раз и была с морфошекером. И они тоже камбэкали там, потеряв то ли линию, то ли две. Но в итоге победили. А, там была у них комбата какая? Морфошекер, Нага, Сирена, Дисраптор. Они вот все собрали. Все самое сильное, что было в том патче. Офлейм Нага. На крест. Посадили nothing to say. У них, кстати, много чего на КД. Отстрели катапульту. Пуш остановлен. Сбивают Центрик. Ну, тут попытка даже от Астр первым номером сейчас сыграть. Фэпион драться не хочет. Делает себе соло. Максимально командный билд у него без некрономиконов. Все то, чтобы подраться хорошенько. Забафить Фест Лос Войду. Ну, тут проблема в том, что так нет. 4 фрага. И выехали за Бестмастером. Не знаю, прочитает ли он тут ганг. Сейчас вроде прячет. На ТПшке нет. А если вылезет, и вот просто убьют. Будут его искать, конечно. Понимают, что Бестмастер может быть тут. Вейвформ, Бестмастер. Флан Перехват. Смог спал. Знают, что он здесь. Moonlight Shadow. Нет, ну тут двойной, что называется, Слой Сумрака. Не взять. Время потеряли только. По ощущению, вы просто ждете, что тут Фест Лос Войду, да? Жду, когда поднимет он МКБ. Потом пойдут раз. Ну так кажется. И то МКБ это минимум. Возможно, и МКБ будет не поводом подраться. Возможно, будет ждать БКБ. Там нападение на Бубоку. Вот XS-то куда пошел? И XS зачем-то подставляется. Стрела точная. Ой, стрела какая. Самонаводящаяся. Сам на нее наступил. В итоге минус 2, и вот тебе, пожалуйста. Вот так выигрывается время для Войда. Два фрага на хороших героях. На героях боевых, которые должны как раз сейчас сражаться, если это придется. Но они подставились, погибли. Войд фармит. Войт топ-1 Этварс. Без всяких Магнусов, без всяких Бэтлфьюри. Просто топ-1 Этварс на голом фарме. А, именно фармежке. Это он умеет. Вообще понимаю смерть Бубоки. Ну, понятно, да? Там остались они после неудачного ганга. Сдержался он, и его смогли убить. Непонятно, почему Иксэс пешком. Пошел вот это вот спасать. Я, конечно, понимаю, что с Бубокой они там братья навек. Неразлучны. Вот. Но не собственно же жизни. Опа, хукшо. Здесь пытка Мирану перехватить. Фессура. Все, в тайминг. Прыжок. Тотем. Успел дать лип. Да ладно. Еще лип. Эзерил. О-о-о-о-о-о. А Мане пушку свою расчехлил. Продемонстрировал. Мирана уже практически спаслась. Слишком много урона с морфа залетело. Ну, теперь придется считаться, что у морфинга есть Эзерил Блейд. Это прямо проблема. Ну, тут если не морфа фокусить, то даже я не знаю. Потому что любого героя, который сейчас фастлосфайд закроет в хроносферу, будет просто защищать. Останавливает Клокмирка. Денай. Вышки от Nothing to Say. Реман ставит неудачный. Там Куки на Ланэм. Ланэм пока убегает. Кабаны, правда, замедляют жутко. Ну, вышку так как-то отдали. Не знаю. Смог, да, планируется какой-то. Да, смог нажали. Ну, только что МКБ себе принес АМИ. Поэтому попробуют все-таки выйти. Хроносфер давно не было. Повод есть. Там вышка в центре очень, конечно. Очень хочется. В шейкеров. Хроносфер надо забирать. Да, конечно. И фраг достается именно товарищу АМИ. Не боятся они, потому что вряд ли кто-то так просто ворвется. Там Шейкер погиб. Поэтому лезут дальше, ищут кого-нибудь еще. Никого не находят. Бабок, увидели там на Астрал Спирите, но станом не зацепил. Ой, тут стаки. В итоге стаки надо зафармить. Можно ли Рошана забрать за 18 секунд? Думаю, нет. Опасно очень против такого драфта сейчас на Рошана заходить. Ну, там медалька. Так хочется. Солар. О, под Соларом можно, да? Нет, уже поздно. Или можно. Или поздно. Вот они тоже думают, можно или поздно. Решили, что можно. Но может быть поздно. Сейчас собираются вместе ребята из Астр. Да-да-да-да, слишком опасно. Слишком опасно, надо драться. Марфа видели уже. Прыгают Саленс. Ремнант поставили. Не перекачивается. Рор не перекачивается. Он все еще не перекачивается. Он не перекачивается. Он не перекачивается. Успел защититься из Эрил. Есть корабль. Там Шейкера снова убили. И дальше Войт до сих пор может сражаться. Ханосфера хоть и нет, но тем не менее он сам по себе очень опасен. Вот он прыгает. Надо просто, чтобы работали баши. Можно будет сразу же кого-то убивать. Например, Кунку. Торренд доджитами. Кунку убили. Тот еще и БКБ нажал в последнюю секунду. Это он дрогнул. Я все равно не понимаю, зачем БКБ. В том плане, что из-под Войда все равно не уйдешь. БКБ. Нажимай, хоть не нажимай. А у тебя осталось там 3 хп. В итоге ужасный момент, я бы сказал. Потому что Рошан достанется команде LGD. И фрагов они опять наделали. Ами продолжает отрываться. Шейкера как хейтят, да? Второй раз подряд. Сексеса убивают. Он не может нормально влететь с блинком. От него мы их ослама так и не видели. 12-й левел еще не взял. Сейчас возьмет. И вот LGD начинает отрываться. Могу сказать, что есть пробелы в исполнении морфошекера. Знаешь какой пробел? Это в билде Эзерела на морфе. То есть я, конечно, понимаю, что против Хроносферы это нужно. Но это так оттягивает морфошекера. То есть ему нужно взять на статы себе ман какую-то быстро. С Яшей ты быстрее фармишь, очевидно, чем с госсептером, да, каким-то. Аганим и БКБ. Вот твой набор айтемов, с которыми вы будете реально в доту играть. А он пока Эзерел купил. Аганима еще нет. Эзерел ему скорость фармы не повышает. Ну, он реализовал. Один раз фраг сделал, да, получается, на Миранке. Ну и пока все. Пока все. И тяжело ему. С мантой-то все-таки чуть попроще играть, мне кажется. Ну, конечно, безусловно, он это понимает лучше. Но вот сам морфошекер, видно, что он оттягивается. Когда он появится, теперь не ясно. У соперника инициатива, выигранная драка. Аеги сейчас пытается Эггису быстро убить. И... Нет. Успел. Они не убили его. Они его не убили. Теперь он сам будет убивать людей. Хороший разлом от Титана. Шейкера снова пытаются забрать. Ну, в этот раз хотя бы из техослем. Однако это его не спасет. Воид прыгает дальше. Минус Воид. Дальше начинает... О, господи. Шейкер. Дальше он начинает бить морфлинга этот Воид. Невидимость, неуязвимость. Невидимость, неуязвимость. Нет, он вышел и убили. Они убьют всех. Минус 3-го героя. Воид не потерял Аегис. Они его не добили. Он сделал тайм-бок, тайм-делейшн и гг. Тут реально как будто гг уже все. Ну да. Как отыгрываться, непонятно. Скоро будет хроносфера. Плюс Аегис остался. Это ведь потенциально еще одна хорошая драка для LGD. Плюсовая. И можно будет там объекты какие-то позабирать. Ну и без хроносферы вот эта драка сейчас была. Забайтили на Фейслес Войда. Классно. Команда была рядышком. Сразу потянулись, ворвались. И Войт Спирит Аганим. Свой продемонстрировал тоже. Весьма классный. Весьма нужный. Ну ладно, Эмо сейчас Sol Nothing To Say пошел. Оп, подстрелу. Шикарная комбо. Ксин-Кью тут Nothing To Say хорошо разыгрывает вместе ситуацию. Ну что, забрали Тир-2. Захватить Аванпост. Полный контроль над картой. Ну и как-то Аганим надо терпеть, манэм. Потому что вот мы переходим в ту стадию игры, где действительно надо комбетчить будет большие суммы. С Морфошейкером. Это реально, еще раз повторюсь. История Доты знает там. И 30к отставания комбетчила с Морфошейкером. И без двух сторон, да, и все остальное. Варфошейкер это очень сильно. Но надо до них дожить. Надо, чтобы Морфинг смог стать кузнечиком. Но скоро станет. 2000 осталось буквально нафармить. За это время, правда, LGD могут очередной файт навязать. У них ведь теперь и БКБ есть на воиде. И третья хроносфера. Смотри, Амия готовится к Морфошейкерам. Покупает себе Сатаник. Суть в том, что ты добавляешь себе статус эффект резист против бесконечных тотемов фиссур. Чтобы, ну, не погибнуть за комбинацию вот этих станов. Ну, в чем суть, да? Начинается все из далекой фиссуры. Раз. Пока летит вторая фиссура, прыгает уже тотем. Первый. Потом Шейкер своим блинком тотем. Удар, удар. Все с огромнейшим уроном. С трустрайком. И ты труп. Сколько у тебя хп не было? Там даже 3000 хп, такая комбинация может снести за раз вообще. В легкую. А если у тебя есть Сатаник, у тебя, во-первых, кап хп повыше. Во-вторых, ты быстрее из тотемов выходишь. И с фиссуем, из этих станов. И успеешь, может быть, где-то таймволк нажать. Это КБ кликнуть, да? На таймделейшн. Тоже довольно важный. Поэтому Сатаник прям очень крутое. Амия такое предусмотрительное, превентивное контра против Морфошейкера. Крутая сборка. Очередная Т2-вышка падает. Команда LGD. Дальше не идет. LGD на прошлой карте тоже действовали очень как-то осторожно. Ждали второго Рошана, например, если требуется. Третьего Рошана ждали. Здесь пока Егис есть. Скоро закончится. И драку пока не навязывают. Сейчас Соло будет, да, убивать кого-нибудь? Просто нападает на Клокверка. Не-не-не. Баш не сработал, поэтому дальше не пошел. Хрона, конечно, ставить не собирался. В одного саппорта. Вообще, не первый раз вижу, что у него с башнями проблемы. Он на линии сколько пытался. Докапывался до этого Шейкера. Ой, Манэ можно поймать. Бай вышел из невидима. Кукшот. Получил сразу. Вот не напал ты, нападает на тебя из Эрел. Летит стрела. И просто сдули Титана. Но вот не надо было думать стоять. О, Шейкер. Еще Ланэма, Сэви, Теха, Слэм. Ихра на Свера по всем. И храни, Хами. Просто храни. Рор дальше. Просто убить Марфа. Байбэк от Ланэма. Бобока получает башни. Тайм-дилейшн. Туда Астралстепом перерезает всех. Nothing to say. Дайбэк. Всполнение Клокверка и гг. Это было видно. Я уже видел, как Ами туда входит. Я уже думал, ну все. Это похороночка. Сначала плохой Хаслэм в одну цель. И затем хроносфера, которая идеально встает по четверым. И блестящее завершение серии. Блестящее, блестящее. Как бы сказал Лост, вошел как рыбка в воду. Как рыбка в океан. Вот так же Ами вошел в последний файт. Реально круто просто подобрал момент и поставил великолепную точку в этом противостоянии. Ну, ожидаемая победа LGD. Ожидаемая с той точки зрения, что команда Астр все-таки практикует своего новичка на миде. Поэтому Фениксу пожелаю большого удачи и терпения. Она ему пригодится. И скилл пригодится, да. Потому что будет очень непростой турнир для команды Астр и для его команды. Что ж, LGD набирают первые очки в группе. И на сегодня день в Китае подошел к концу. Но Dota день только начался. Потому что прямо сейчас уже должна стартовать, я так понимаю, серия на Epic League. На первый канал просим вас перейти. Там канал Dota2RUHUB. Там можно будет посмотреть качественную Dota уже европейскую. Там последние матчи будут сыграны в ближайшие три дня в групповой стадии. Так что приглашаем вас сюда. Мы свою работу на сегодня закончили. Для вас работали адекваты в Мортале. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok